Всем привет! Вы на канале Сад Света Светланы. Друзья, не можем полноценно закрыть сезон. Достаточно высокие дневные положительные температуры не позволяют нам до конца закрыть наши розы, до конца подготовить многие растения в нашем саду к зимнему сезону. Продолжаем наслаждаться зеленью, теплом, но все же хочу сегодняшнее видео посвятить тем работам, которые необходимо будет сделать, если у вас уже близится настоящая зима, если близятся снегопады. Кстати, снежок какой-то начал уже, друзья, идти. Итак, начинаем. До температуры минус 5, минус 7, даже минус 10 градусов розы совершенно спокойно будут себя чувствовать без укрытия. Сейчас у меня все розы приоткрыты. У нас были недели три назад низкие температуры, именно они поторопили меня, чтобы я сделала вот такие укрытия для наших плетистых роз. Сейчас все укрытия стоят вот такие приоткрытые на проветривание. Высокая температура не позволяет полностью закрыть и уже сделать укрытие сухим и таким, как необходимо для зимы. Все же сейчас, несмотря на то, что у нас периодически шли и дожди. Укрытие это позволяет быть внутри сухим и земле и пространство, которое окружает наши плетистые розы. А именно плетистые розы я укрываю в своем саду. Как только температура опустится низкая, вот тогда я укрытие полностью положу на землю и уже придавлю камнями. Опыт предыдущего года мне показал, что все розы, которые есть в нашем саду, особенные розы, красивые или молодые, в обязательном порядке я буду укрывать. Вот под этим укрытием у меня находятся не плетистые розы, но две новинки. Кто с нами давно на канале знает, что в этом месте мы высаживали розы две. У меня здесь растут, здесь у меня аспирин и юбилей принца де Монако. Конечно же, они тоже под укрытием. Укрытие опроветривается. Как только позволит температура, закроем и уже оставим до весны. Если вы в этом году только начали формировать вместе с нами на канале Садовые Неваки и побеги ваших садовых Неваки еще не очень прочные, подумайте, как обезопасить побеги ваших садовых Неваки от большого навала снега. Если у вас очень снежная зима или вы предполагаете, что снега будет очень много, какие-то опоры поставьте под побеги. Это могут быть, может быть, какие-то ящики пластиковые, может быть, это будут пеньки какие-то, на которые обопрется побег и ему не страшны будут большие снежные шапки. У нас уже вот этот Садовые Неваки сформирован давно, крепкие побеги. Первые годы я что-то подставляла под низ, пеньки у меня стояли, а сейчас ничего не буду делать. Уверена, что побеги настолько прочные, что выдержат любой снег, даже мокрый снег. Такие растения, как бересклет, ничего не требует никакой подготовки к зиме. Снег ляжет, вот так прижмет и совершенно не страшен, не страшен будет ни снег, ни ветер такому растению. Гехера уходит в зиму вместе с листьями. Совершенно ничего не требует никакой подготовки к зиме. Вот так и оставляем гехеры все в своих цветниках. Не укрывать, не прижимать, ничего с ними делать не нужно. Рядом с ними находятся казацкие можжевельники. У меня очень плотные шары. Если вдруг у вас можжевельник более раскидистый и не сформирован шаром, как у нас здесь, вы можете, для того, чтобы у вас максимально была сохранена форма можжевельника, связать его на зиму. Но даже если вы не свяжете, именно казацкие можжевельники, они очень хорошо восстанавливаются. И даже если их прижмет снегом и практически все лапы будут лежать на земле, весной они приподнимутся и уже форма будет такая, как и была прежде. Красавицы туи даники. Очень нежные. В обязательном порядке необходимо связывать их на зиму. Несмотря на то, что постоянно стригу, форма круглая, компактная, но особенно с даники такая, что она не создаст плотный жесткий каркас. Поэтому ее на зиму обязательно связываем, для того, чтобы снег вот так ее не развалил. Вот так может развалить полностью весь этот шарик даники. Вот если у вас начеренкованы молодые растения, они совершенно спокойно, без всякого связывания перенесут зиму. Снег на них не задержится. Вот у них такие побеги, видите, что даже если где-то что-то снежок вот так побег наклонит, ему это не страшно. А вот еще раз, вот у меня здесь еще одна даника, тоже это я уже черенковала сама. Вот такие кустики обязательно связывайте, потому что здесь действительно высока вероятность, что может снег разломить. Даже может разломить и отломить побеги на таком шарике. Красотка с желтыми кончиками туя санкист. Здесь я выстригала нижние побеги, более декоративным делала вид этой туи. Она тоже, смотрите, в несколько стволов здесь. И ее в обязательном порядке необходимо будет на зиму связать. Вот такого гиганта, огромного, необходимо ли связывать на зиму. Это туя смарагд. Растет в нашем саду очень давно. Высота, видите, какая у нее, ого-го. И я ее вообще никогда не связывала. Она у нас шла в один ствол. И вот уже выше моей головы, рост у меня метр шестьдесят четыре, расстроилась. И здесь три побега вверху. И вот смотрите, ну вот на такой высоте вот эти три побега. Вот необходимо связывать ее, Вадик, что скажешь? Ну, может быть, мы свяжем, потому что такую красотку жаль потерять. Думаю, подставим лестницу и свяжем вот эти стволы вверху максимально высоко, чтобы, ну, мало ли какая может быть зима, буран или что-то, чтобы целая она у нас дожила до следующего сезона и радовала нас. Почему важно хвойные, когда вы выбираете, выбирать в один ствол? Вот тогда с ним меньше проблем при подготовке к зиме, к зимнему сезону. Вот смотрите, вот здесь у нас можжевельник китайский стрикто. Визуально смотрится компактным. Если ближе подойти, увидим, что растет в два ствола. Вот обязательно необходимо будет связать на зиму, чтобы случайным образом снег начнет падать и вот начнет отклонять, отклонять этот побег. А если еще пойдет ледяной дождь, обледенеет вот какой-то из побегов и все, высока вероятность того, что снег станет таким тяжелым, что может разломить наш можжевельник. Поэтому, когда вы выбираете хвойные, акцентируйте внимание на то, чтобы он был в один ствол. Не думайте, что чем больше стволов, тем более пышный будет либо можжевельник, либо туя, либо любое другое хвойное растение. С помощью стрижки, обрезки, формирования вы сможете придать пышную и красивую форму даже хвойному растению в один ствол. Никогда не ведитесь на советы в садовых центрах, возможно, не совсем опытных консультантов, которые будут вам предлагать пышные формы в два-три ствола. Думайте о том, что вам необходимо будет готовить хвойное к зиме, и летом бывают очень сильные ветра, и ураганы. Поэтому лучше выбирать хвойное растение в один ствол. Самшиты. В первые два года после посадки вот этих кустиков, а сажала я вот такого размера они были, даже, наверное, меньше, да, Вадик? Меньше. Вот в первые два года притеняла вот с этой стороны. Вот с этой стороны у нас идет южное солнце, и все вот эти части я ставила здесь экран из белого агроволокна дышащего для того, чтобы притенить вот эту часть. Последние два, даже больше, наверное, три года никакого укрытия я не делаю. Единственное, что на зиму связываю все вот эти кустики мягкой веревочкой, чтобы шапки снега не развалили наши вот эти кусты. Заметила, что в последние годы у нас снега не очень много. Может быть, благодаря этому у нас в саду вообще нет обгорания растений. Снег очень быстро тает. Февральское, мартовское солнце не успевает настолько воздействовать на побеги, чтобы до того момента, как начнет работать корневая система, когда уже земля без снега и начинает оттаивать, чтобы оно иссушало вот эти нежные зеленые листья. Может быть, это. Стараюсь проливать наши растения. И по поводу самшита еще хочу сказать. В этом году я для того, чтобы показать зрителям на канале, сделала обрезку самшита ранней весной достаточно рано. Недели на три, чем я обычно это делала. Ну, хотелось показать, как и что. У всех в разное время начинается весна. Поторопилась. С самшитом торопиться не нужно. И обрезку самшита лучше сделайте в конце мая, чем в конце апреля. Ничего больше не делаю. У нас замечательно зимуют самшиты. А вот эти вот сухие кончики листьев образуются именно после обрезки, если сделать ее в жаркую погоду. Ну, вот у нас летом, ну, совершенно не было в этом году возможности, чтобы обрезать в правильное время. Все время было очень жарко. Туя шаровидная Golden Globe. Обязательно связываем, как и Данику. Она тоже, несмотря на то, что стрижется и компактная, красивая, видно, что здесь шар, но после стрижки в сентябре месяце немножко побеги отросли. Она нежная и тоже подвержена, может быть, развалу во время снегопада. Поэтому, если у вас есть такой экземпляр, обязательно связывайте, чтобы весной у вас такой же компактный был кустик. Именно на туи Golden Globe заметила. В один год я не связала, и она так долго восстанавливалась. Вот такая была плюшкой. И только со временем, где-то месяц-полтора, к началу лета она уже стала более компактная. И еще заметила, что туя Golden Globe не очень любит кардинальную обрезку. Вот если ее кардинально сделать шаром, но вот как-то долго она отрастает. Медлительная дама, поэтому корректируем обрезку, но не кардинально, чтобы чуть-чуть срезать, форму шарика придать, но чтобы не было видно вот побегов. Знаете, когда делаешь кардинальную стрижку, можно даже вот эти все побеги и просматривать коричневые. Не доводите до такого состояния. Вот у нас очень сильные ветра были. Приехали очень много поломанных растений. Если у вас ветер или уже снег такой, что побеги многие лежат отломанные, злаковых растений, обрезайте их сейчас. Пусть у вас место будет декоративным, но не так, чтобы у вас была в этом месте неаккуратность. Не ждите до весны. Наши злаковые растения я обрезаю уже весной, ранней. Всю зиму они стоят, декоративность придают месту, в котором растут. По поводу хвойных, что еще хочу сказать. Необходимо к зимнему сезону хвойные готовить весь весенний, летний, осенний сезон. Что необходимо делать для того, чтобы сократить себе работы и переживания по поводу того, как хвойное растение перенесет зиму. Когда вы делаете в течение сезона стрижки хвойных растений, старайтесь сделать их не менее двух, а то и трех. И необходимо стричь так, чтобы все ваши подстриженные побеги, вот так красиво будет, чтобы все подстриженные побеги были короткими. Вот, Вадик, подойди сюда, пожалуйста, я хочу показать, чтобы более понятно было. Вот смотрите, вот побег хвойный, видите, вот здесь была обрезка. Я постаралась сделать так, чтобы густая была крона можжевельника мунглоу, и чтобы побеги, которые остались, росли все внутрь. Видите, так у меня и получилось. Вот один, второй, с этой стороны все побеги смотрят серединочку. И серединка у меня сейчас пышная и густая. Но сам побег, вот этот большой побег, который отходит от центрального ствола, он короткий. Вот такой, и он жесткий, видите, вот такой. Он выдержит снег. А побеги, которые более длинные, вот такие, вот такие, вот нужно стараться делать так, чтобы они были более короткими, более компактными. Они близко вот так вот, не то, что росли, а сам рост их как будто бы был таким, что они прижимаются к основному стволу. Вот тогда им не опасны большие снегопады. Поэтому стрижка, она формирующая, она красивой, красивым делает хвойное растение. Но у нее еще очень важная задача. Чем будут короче побеги, вот посмотрите, вот этот, вот они все короткие. Вот побеги, которые я простригала. Вот они, видите, у них буквально 25-30-40 сантиметров. Несмотря на то, что они нижние. Нижние побеги, как правило, всегда более длинные у хвойных растений. И все они прижаты к дереву. И уверена, что уже большие снегопады не страшны. Вот снег будет идти, но он не будет расламывать лапы. Пришла я к этому выводу. Мы приехали, еще, наверное, это было, ну вот в самом начале. Первые хвойные растения, которые были более взрослые. Мне кажется, это был можжевельник Блуару, да, который в ходе. Идем, подойдем. Так вот мы приехали. Нижние побеги, они были такие большие. Вот они все примерзли и лежали вот здесь. И на дорожке, и на самшит, и с той стороны. И я подумала, как же мне сделать так, чтобы больше этого не повторилось. Очень переживали. Невозможно было оторвать от земли, потому что переживала я, что я отломлю вместе с ветками. И, естественно, сейчас я уже делаю регулярные стрижки. И стараюсь их сделать так, чтобы форма была компактная. Чтобы, еще раз повторю, все побеги были как можно более короткими. Вот уверена, вот сейчас видно, что компактный, вот такой очень плотный у нас можжевельник Блуару. Для того, чтобы не было вот повторения вот того, что я сказала. Чтобы побеги у меня под весом снега все в разные стороны разломились. Но в обязательном порядке все равно такие можжевельники я связываю. Во избежание несчастных случаев с побегами. Вот этот Блуару купили по хорошей цене. А теперь я мучаюсь, формирую, потому что такой кривенький был. Ну, думаю, я все исправлю. Но, конечно, для того, чтобы исправить форму, необходимо время. Сразу все не получится. С одной стороны уже более-менее выстрижены. А вот с этой стороны все не хватает у меня веток. И вот стараюсь вот побеги какие-то направлять в правильные стороны. Но вот еще не совсем красивая форма можжевельника. Обязательно свяжу его. Юка нитчатая, растет в нескольких местах в нашем саду. Обязательно на зиму буду ее связывать. Юка не боится морозов. У нас морозы здесь были минус 34 градуса. Но это минимально за все время, что мы знаем. Ниже температур не было. Вот юка совершенно спокойно перезимовывает. Она боится выпривания. Поэтому важно вот так все побеги. Соберу полностью все-все-все. Свяжу их веревкой. Для того, чтобы внутрь не попадала влага и не было выпривания вот этой розетки. Что еще важно для юки, если вы будете высаживать, старайтесь ее высаживать немного на возвышенности. Так как, еще раз повторю, она боится застоя воды и боится выпривания. Но не боится очень высоких положительных температур. У нас и 40, и 45 температура последнее лето. Для нее это замечательно. И низкие температуры до минус 34 выдерживает совершенно спокойно. Вечно зеленая, кстати скажу. Вот она такая же уходит зиму и такая же просыпается. Может быть кто-то не знаком с этим растением. Посмотрите, у нас есть очень хорошее видео, где показано цветение потрясающей юки. И юку отношу к растениям, которые невероятно декоративные и совершенно не требуют вашего ухода. Ну вот единственное, что на зиму связать. Супер растение будет расти в самом засушливом месте вашего сада. Туя, посмотрите, какого нежно-зеленого цвета. И у нее уже становятся краешки побегов бронзово-золотистыми. Туя элегантисимо. После чистки в этом году, видите, более смотрится такая разреженная, что ли. Ну вот такая ее особенность. Маленькая была, была более пышная. В обязательном порядке на зиму буду ее связывать. Несколько стволов. Поэтому, и видите, у нее стволы не все жесткие, есть много нежных. Вот ее не могу вот так стричь, как обычные туи или можжевельники. Так как у нее вот такие своеобразные побеги, корректирую форму в течение сезона. Но сильно стрижку кардинальную я ей не делала. Не знаю, может быть, у кого-то есть опыт, и кто-то стрижет эту тую более кардинально. Но вот как-то осторожничаю с ней. Красивая. Не хочу, чтобы в течение сезона была сильно голая ее, вот вся вот эта вот верхняя часть. Но красивая. Спиреи японские, здесь у меня Golden Princess, а вот там чуть дальше, под туи Elegantissima Gold Flame, я на зиму никогда не связываю. Они совершенно спокойно переносят снегопады. И сколько бы снега сверху не было, никаких повреждений с этими кустарниками у меня никогда не было. Есть такие растения, которые требуют дополнительного ухода и укрытия. Вот к ним относятся санталина, уже показывала я на нашей каменистой горке. И здесь у меня одна из разновидностей бересклета. Все никак не могу добиться, может быть, кто-то из подписчиков напишет мне, не могу понять, что это за сорт и как правильно за ним ухаживать. Но моя практика показала, что каждую зиму, даже не зиму, а где-то до марта месяца вот стоит этот бересклет с листьями, потом сбрасывает, засыхает, подмерзает. Вот не знаю, какой-то особенный он. Что буду делать? И вам могу посоветовать самый удобный метод. Вот смотрите, можно положить обычный пластиковый ящик, для того, чтобы ящик не улетел, положить сверху какой-нибудь кирпич. Можно в середину засыпать листьями сухими такое укрытие. Сверху положить либо мешок, вот типа сахарные мешки, либо агроволокно и положить сверху кирпич. Замечательное будет укрытие. Высота такая, что даже минимальный слой снега ляжет, растение будет тепло, обезопасит их от холодных ветров зимних и от бесснежного состояния. Потому что все растения в основном страдают именно от иссушающих морозных холодных ветров и от отсутствия снега, снежного покрова. Как правило, морозы сильные не сильно и страшны растениям. А вот именно мало снега, ветра сильные, вот они больше вред наносят растениям, чем мороз. И вот этот кустарник тоже постараюсь, вот я уже, видите, у меня здесь стоит опора, вот тепло и все. Когда мороз был, опора стояла, вот хорошо вот так держит кустик. А сейчас земля опять оттаяла и все опять поднялось. Вот так прижимаю, вот какими-то металлическими штуками. И сверху буду ставить вот такой, когда прижму, вот такой ящик. Сверху поставлю кирпич для того, чтобы сохранить побеги от обмерзания. Ты посмотри, какая земля теплая. Ель коника у нас растет на каменистой горке уже очень много лет. Никогда не подгорала. Не укрывала ее на зиму для того, чтобы обезопасить побеги. Очень часто встречаю такую информацию, что у многих подвержена обгоранию. Но если, друзья, вы переживаете, укрывайте. Есть такая вот зеленая сетка, которая от солнца. Можно мешковиной замечательно подойдет для того, чтобы укрыть ваше любое хвойное растение. Старайтесь укрывать таким материалом, который дышит. Ни в коем случае не укрывайте хвойные растения полиэтиленом или какими-то клеенками. Категорически вы погубите растения. А сейчас у меня еще, вы знаете, высаживали вот такую потрясающую туию. Не знаю, как называется. Сорт просто вот так купили туя и туя, без названия. И у меня получилась сейчас чудным образом вот такая случайная посадка. Ну как случайная? Она не случайная. Я-то выбирала место посадки. Но случайно получилось так, что эта теперь туя защищает конику, ель конику канадскую, от южного солнца. И вот она будет расти, расти. И вот это место всегда, здесь у нас южная сторона, всегда будет закрыта от южного солнца. Ну вот конике еще более комфортно будет. А посмотрите, какой потрясающий бересклет растет внизу, под коникой, вот в этом месте нашей каменистой горки. На зиму цвет листьев меняется, становится вот такой бордово-красный, вечно зеленый. Вот такие побеги и остаются. Потрясающее растение. Название тоже не знаю, что это за бересклет. Вот такой на стихийном рынке, когда покупаешь, покупаешь без растения. А вот что я увидела, друзья... Без названия. Ой, без названия. А вот что я увидела, друзья, вот здесь у меня растет компанула. Колокольчик такой простой. Посмотрите, вот насколько теплая погода. Вот здесь, видите, мог бы, если погода будет держаться, может, еще и зацветет. Ну, там берески растут, хвойные растения, барбарисинки на барбарисах. Ну, и потрясающе, видите, серо-серо такого сизого цвета. Это побеги и осколки. Декоративно смотрится. Смотрите, сейчас уже декабрь месяц. А все, такое впечатление, что только еще середина осени, друзья. Сколько много почек на тисе, посмотри. Создается впечатление, что он именно сейчас интенсивно идет в рост. Но почки набухают. Тис обязательно буду связывать. Он у нас тоже в несколько стволов. И задавали мне вопрос, не задавали, вернее, а писали в комментариях, Светлана, вы гортензии не укрываете на зиму. Они у вас еще стоят вот такие. Это метельчатые гортензии. Укрывать их не нужно. Они морозоустойчивые. Вот так они зимуют. Замечательный кустарник, который совершенно спокойно зимует, без всяких дополнительных усилий со стороны садовода, у которого они растут. Укрываем мы только садовые крупнолистные гортензии. Вот мне писали в комментариях из Прибалтики, что, Светлана, зачем вы укрываете, мы не укрываем. Они у нас замечательно зимуют. Укрываю именно потому, что знаю, что именно этот сорт крупнолистной гортензии не перезимует у нас. Если в вашем саду есть той, которые сформированы в виде чупа-чупс, а это у нас той осморакт, обязательно свяжите на зиму, для того, чтобы красивая была форма, декоративная, и снег не испортил ее, так как может навалить столько снега и заледенеть он, что может случайным образом развалить и испортить форму вот такого красивого хвойного растения. Друзья, надеемся, что сегодняшнее видео поможет новичкам, а возможно и уже и опытным садоводам, которые впервые высадили хвойные растения в своем саду, подготовить их к зимнему сезону, для того, чтобы всегда были декоративные растения, всегда имели красивую форму, и весной, сразу, как только вы снимете всякие подвязочки, связочки, чтобы растения были невероятно красивыми и радовали вас своим внешним видом. Желаем, чтобы ваши сады были аккуратными, красивыми, чтобы замечательно пережили зиму. Вам желаем всего самого хорошего. Мы с вами уже очень скоро увидимся на нашем канале Сад Света Светланы. Если вам понравилось наше видео, не забывайте нам ставить пальчик вверх. Вам не сложно, а нам приятно. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. Не забывайте, у нас есть еще второй канал, называется он «Вкусная тема кулинарный». Заглядывайте на него. В зимний период очень много красивых рецептов к новогоднему столу мы предлагаем. Всем пока-пока!